На данный момент я провожу научные исследования в области противодействия легализации капитала в Гонконге. И мне было интересно как раз наблюдать, во-первых, мировые тенденции и какое значение это имеет для нашего государства. То есть история вообще начинается с 20-х годов, 20-го столетия, когда американская мафия легализовала свои деньги, добытые преступным путем, путем законного бизнеса, а именно ландроматов или прачечных. То есть они смешивали этот капитал, то есть добытых преступным путем, смешивали с законными деньгами, тем самым легализовывали деньги. И в конечном счете, то есть, ну как бы эта тенденция продолжилась, но в конечном счете государства, они поняли важность борьбы именно с легализацией капитала, а именно борьбы с преступностью, именно финансовой плоскости, именно с алькопоной. А именно, когда, ну органы правосудия или правопорядка, они не смогли доказать, ну законным путем каким-то, а именно следствием, дознанием, виновность алькопона в преступлениях, а именно тем, что он запугивал основных свидетелей или убирал их в целом. То есть они поняли, что в конечном счете намного проще просто спросить, а вы заплатили налоги или, ну каким образом вы получили ваши доходы и так далее. И в конечном счете, алькопон оказался, был в местах лишения свободы. То есть... За неуплату налогов. За неуплату налогов. То есть смысл именно финансовых преступлений, а именно борьбы с преступностью финансовой плоскости, он и заключается в том, что это намного проще бороться с преступностью именно финансовой плоскости, не допуская их прежде всего в финансовой системе и в целом не давая им возможность пользоваться своими денежными средствами. А именно, намного проще еще раз просто спросить у того или иного лица, откуда у него те или иные доходы, или в целом, ну то есть в этой плоскости, или в целом он заплатил ли налоги по данным доходам, чем проводить огромные операции с двойными агентами, с прослушками, задействованием огромного количества людей, соответственно, денежных средств, времени. И в конечном счете, еще раз, в целом, еще не факт, что вы докажете вину подозреваемого или обвиняемого в этом вопросе, ну, намного еще раз проще просто спросить данное лицо, откуда у него происхождение его денежных средств, и это первое. И второе, запратил ли он налоги. И в этой связи важность этой сферы, она растет с каждым разом. Почему? Потому что в целом преступники, они становятся более, как вам сказать, опытными, более, ну, продвинутыми в вопросах именно проведения своих преступных схем и как они, каким образом они совершают свои преступления. И в этом плане, еще раз, стоит актуальность именно бороться, то есть мы не можем предотвратить этих преступников и не можем их словить на совершение преступлений, но хотя бы на последней стадии, когда они уже получили денежные средства, наша задача не допустить, не позволить данным преступникам доступ к финансовой системе и второе, или как минимум просто лишить этих денежных средств их.